приветствую вас друзья с вами тарас березовец и самая горячая новость сегодня даже не история с чаусом это обсуждают сегодня все мировые сми история с белорусской легкоатлеткой кристина тимановская тут важно не перепутать с цихановской фамилия согласитесь очень похожие тем не именно кристина тимановская сегодня находится на первых полосах мировых газет весь мир такое впечатление вернулся в атмосферу холодной войны где-то так лет на 40 50 тому назад когда было советском союзе такое понятие как невозвращенцы невозвращенцы это было топ советская элита которая имела доступ поездкам в так называемый кап страны капиталистические страны после длительных проверок и всего они имели возможность туда поехать и тем не менее очень многие таки не возвращались примеров тому но огромное количество начинают федора шаляпина знаменитого оперного певца олега видова актера известнейшего растроповича и андрея торковского которая в конечном итоге решили не возвращаться в советский рай таких примеров сотни и каждый раз советская пропаганда обвиняла их в предательстве называла их врагами народа наймитами западной буржуазии и тому подобное и вот сегодня точнее 1 августа разгорелся дикий скандал длится уже второй день и он коснулся легкоатлетки участницы олимпиады в токио она представляет команду белоруссии светлана прошу прощения крестина тимановская которая поехала туда и она должна была выступать на дистанции в забеге на 200 метров но как мы видели результаты многих участников олимпиаду белоруссии оказались крайне низкими из-за чего лукашенко пришел в ярость он начал обвинять естественно не себя естественно не функционеров он начал обвинять кого спортсменов сказал о том что они зажрались что платят им слишком много а надо платить так чтобы если проиграл едва на кусок хлеба хватало ну и собственно говоря сказал что если белорусские атлеты вернуться из олимпиады в токио без наград то их ждет какое-то наказание а лучше пусть не возвращается заявил об этом лукашенко естественно все это видят все это транслируется вся эта истерика и истерия передается функционерами которых как всегда поехала едва ли не больше чем спортсменов всей этой обслуги и все эти функционеры которых там по три человека на одного атлета оказывали огромное сумасшедшее давление на всех спортсменов но в результате именно они оказались виновны в том что белорусская сборная белорусские атлеты во время не подали допинг пробы из-за чего тимановскую заставили бежать и непрофильную для нее дистанцию в эстафете на 400 метров но это знаете приблизительно как если бы человек который занимается академической греблей его бы заставили там прыгать шестом высоту ну кажется казалось бы что но и тимановской казалось не одна еще одну атлетку из белоруссии заставили бежать этот же марафон при том что она бежит бег с барьерами но это уже совсем совсем из другой оперы то есть собирали с миру по нитке а почему такие низкие результаты собственно говоря об этом рассказывают не скрываясь многие белорусские атлеты они говорят о том что фактически получилось так что режим не допустил очень многих спортсменов которые поддерживали протесты которые выступали против режима лукашенко вот частности светлана куделищ серебряный призвер чемпионатом мира чемпионата европы поле отлетики не поехала на сказала что белорусский олимпийский комитет не отправил в токио на олимпиаду многих ведущих спортсменов белоруссии просто потому что они были нелояльны не были уверены в их лояльности лукашенко не были уверены в том что они что-то не начнут заявлять не были уверены в том что они не останутся в токио и просто отправили тех кто был скажем так поспокойнее кто поддерживал лукашенко те кто не выступал не не был замечен протестных акциях но и здесь собственно говоря система не мы не было бы сама собой если бы она не дала прокол и вот эта история с кристина тимановская на максимально показательной когда человек который в принципе не выступал никогда в такие политические темы оказалось не диссиденткой оказался не возвращен кай не вот эту историю в итоге и говорят об этом прямо члены белорусской сборной дал указание после того когда она пожаловала записала эту историю на инстаграме дал указание лично насильно вывести из токио прямо александр лукашенко естественно когда ее попытались эвакуировать насильно знаете в духе вот таких вот каких-то еще раз повторю фильмов холодной войны насильно вывести досрочно сняв ее соревнований она обратилась к японской полиции прямо в аэропорту и они собственно говоря уже и изолировали от давления и угроз со стороны белорусских футбольных и спортивных значит чиновников и тимановская впоследствии обратилась уже в посольство польши там же в японии которые предоставила визу и теперь она уже получила как мы знаем политическое убежище на территории польши но что по факту в этой истории получил режим лукашенко он получил огромнейший дикий скандал который на самом деле возник просто из ничего из-за того что она раскритиковала все лишь спортивных функционеров за это ее подвергли осмеянию все государственные пропагандистские сми достаточно посмотреть значит обвинили ее в предательстве обвинили ее значит в истерике что она чуть ли значит как об этом говорил главный тренер белорусской сборной по атлетике что она чуть ли не находилась там под влиянием каких-то значит там иноагентов чуть ли не западных разведок естественно вся эта истерия докатилась назвали поступок мерзким начали давить на ее семью кстати муж ее вылетел сегодня из минска в киев и будет ждать ее здесь дожидаться уже потом вот и раздули историю до вселенских масштабов ну а результат собственно выхлоп всей этой истории для беларуси может быть очень печальным закончится все это может тем что всю белорусскую сборную весь белорусский олимпийский комитет просто отстранят как статьи российский от участия всех международных соревнованиях российских статья 100 отстранили по другой причине но не менее собственно говоря банальной из-за желания путина чтобы русские атлеты выигрывали как можно больше золотых медалей эту сборную просто напичкали всеми возможными допингами ну мельдоневая сборная думаю уже слышали этого в адрес российских атлетов и вот по этой причине российскую сборную отстранили и на олимпиаде в токио они выступают не под российским флагом не представляют россия представляют стыдливо российский олимпийский комитет и выступают под флагом белым флагом тоже символично с пятью олимпийскими кольцами вот такая смешная история но и теперь эта история может повториться с белоруссию уже и так все возможные федерации отменили запретили проведение всех международных соревнований на территории беларуси полностью по отменяли все чемпионаты которые даже мы должны были против и вот теперь из-за вот этой позорнейший истории с тимановской скорее всего отстранят вообще в принципе все белорусские сборные от участия в любых спортивных соревнованиях под эгидой международного олимпийского комитета вот такой выхлоп всей этой истории дичайшая еще раз повторю история в духе холодной войны которую сам себе привез режим лукашенко подвергая ее тимановскую ее семью всяческим оскорблением за на самом деле за ее абсолютно законные претензии ну и как результат я это кстати прогнозировал если вы смотрели мой стрим как раз в субботу я задал мои коллеги белорусскому блогеру журналисту татьяне мартынов вопрос как разведите как как в воду смотрел спросила не будет ли перебежчиков не окажется ли так что кто-то откажет откажется возвращаться ну и вот на следующий день эта история случилась я думаю более того история с тимановской напугает сейчас многих белорусских спортсменов а может даже и спортивных функционеров и мы увидим услышим новая фамилия тех белорусских атлетов которые откажутся возвращаться назад в страну понятно что сейчас они уже пытаются работать превентивно в том числе запугивая через спецслужбы через кгб беларуси воздействует через членов семей чтобы не дай бог тут они остался что их ждут все кара и небесная она кстати тимановскую если бы она вернулась вполне реально могли бы даже посадить вот и уже пошли разговор о том что ее могли бросить в окрестина начать и с ней там в общем работать и дать ей абсолютно реальный тюремный срок ну от этого сумасшедшего диктатора можно сейчас ожидать на самом деле всего чего угодно как мы понимаем но самое главное что бегского к свободе состоялась история тимановской пока скажем развивается хорошо самое главное что если она кажется на территории польши чтобы там ее не нашли мстительные спецслужбы диктатора чтобы лукашенко не дал не дай бог команду и там похитить или не дай бог что-то с ней такое сделать не территории польши потому что с него останется мы понимаем что он сейчас уже находится абсолютно не в адеквате но все его действия последнее времени они собственно этому доказательства поэтому тимановская слава богу казалось на свободе чего не скажешь об остальных атлетах представляющих беларусь на олимпиаде в токио ну и о миллионах белорусских граждан которые сегодня являются заложниками режима последнего европейского диктатора друзья спасибо еще раз за внимание продолжайте смотреть подписываться на этой неделе мы проведем новые стримы образоваться наживо будут новые интересные гости обязательно смотрите в общем лето обещает быть горячим и очень нескучным еще раз благодарю за просмотр этого видео друзья ставьте лайки комментируйте и до новых встреч с вами был тарас березовец